Письмо благодарности героям Великой Отечественной войны. В округе стартовала всероссийская акция «Письмо Победы». Первыми послания ветеранам написали ученики Третьей школы. С подробностями Любовь Пермякова. Сегодня в Третьей школе необычный урок. На нем старшеклассники пишут письма благодарности ветеранам Великой Отечественной войны. 28 ребят на специальных бланках поздравляют с приближающимися праздниками – Днем Защитника Отечества и Международным Женским Днем. Среди них десятиклассник, волонтер Победы Денис Воронин. У меня прадедушка участвовал в взятии Кёнигсберга. Победу досталось очень тяжело. Нам очень много людей погибло. И то, что мы не должны забывать о подвиге наших садечников. Право первыми сказать спасибо и поздравить ветеранов ученикам Третьей школы дали не случайно. Ведь в этом образовательном учреждении создан самый многочисленный отряд волонтеров Победы. Сейчас в нашем отряде есть старшие отряды, это активисты. Те ребята, которые в том году прошли у нас обучение и участвовали во всех акциях. У нас их сейчас осталось порядка 15 человек. И новые ребята, это ребята седьмых, восьмых классов. Сейчас их насчитывается 25 человек. Ребята принимают активное участие во всех мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне. Сегодня все волонтеры вновь в строю. На встрече им показали ролик с личными историями ветеранов. Ответное слово героям от старшеклассников скоро придет в личном письме. Суть состоит в том, что ребята пишут слова благодарности ветеранам и героям Великой Отечественной войны. Поздравления. Могут у них что-то спросить. Ну то есть, допустим, рассказать какую-то историю, что их заинтересует. Еще у ребят есть возможность написать письма не только нашим ветеранам, но и ветеранам по всей России. Акция «Письмо Победы» продлится до 8 марта 2020 года. К ней присоединятся все населенные пункты Ненецкого автономного округа.